Приветствую друзьям, так как особо никаких новых новинок нет, я решил обратиться к старой выживалке, в которую я достаточно долго играл и накручивал, да, начал я в неё играть ещё с бета-версией, мы играли в Куопе, ну, было достаточно интересно и следить за развитием, плюс, даже не только следить за развитием, плюс давать свои предложения, описывать баги. Ну, игра была достаточно интересна, но потом чё-то как-то подзабросилось всё и да, игра прошла уже больше года, по-моему, как она вышла из бета, да, намного больше года, она постоянно развивается, должен напомнить, что один из создателей игры это бывший создатель DayZ, если знаете о чём речь, Ну, вот, как бы, вышел DLC в своё время, как бы, но они продолжают её развивать. Будем играть, у меня нулевой черектор, сделанный с нуля, мой старый персонаж пропал после того, как игра ушла, скажем так, децентрализовалась, и теперь, как бы, все данные, все мультиплеерные хосты и так далее находятся на локальных компьютерах. Вот, соответственно, я потерял своего суперперепрокаченного персонажа, так что делаем нового персонажа, называем его интроверт, и он у нас будет, в принципе, на соло, как бы, будем качать характеристики на соло, таланты. Так, у нас есть таланты, их очень много, вот, я говорю про это, что в одиночку, как бы, это очень важны таланты. 30 очков сброса у нас есть, но у нас ничего нету, вообще, пока ничего нету. Дерево технологий, да, тут тоже много каких изменений появилось, как я вижу, хотя, все, в принципе, похоже, то есть, у меня есть basic какой-то технологии, второй, так, четвертый ранг, мне очень интересно, да, появился биотопливный генератор, так, еще надо, ага, вспомнить. Как, как, что, пользовать, поскольку, действительно, давно не играл. Направленные, всенаправленные светильники, это уже все было с электричеством, я ковырялся, да, появилось водяное колесо, смотрю, разбрызгиватель воды, даже так, прикольно, удобрение, верстак химика, наконец-ки, сделал, я это уже не видел, электроплита, мраморный кухонный верстак, ну, вообще, столярный электроверстак, электроферментер, электроверстак каменщика, ух, 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 композитная броня, лучный верстак модификации, да, модификации я чуть-чуть затронул, но они еще тогда были очень-очень глючными. Отбойник, который устанавливает рудун, да, тоже неплохо, электрический экстрактор, доооо, глубинные буре, радары, композитный маяк вызова десантного челнока, портативный радио маяк который просто метку ставят и жирает кучу всего ну да хорошо это интересно здесь что у нас появилось таблетки понятно варенье это все было у нас глубинный бур на биотопливе хорошо все такое было есть какие-то до сих пор остаются не перевода ну точнее отсутствие перевода так стекольные которые самые непонятные были медвежья одежда на это тоже интересно охотничьи одежда алюминиевые стены понятно так второй ранг я просто просматриваю для того чтобы типа потом в какой-то момент не не зависнуть типа как это делать и пытаться вспоминать деревянные наклон помещения да это тоже свое время не разобрался типа это наверное для строительства внутри поскольку известна тактика когда лежанка для питомцев до питомцы добавили но я их как раз не пробовал но это все только после 10 левелом так что пока нам не светит вот так что достаточно будет мне интересно вообще посмотреть на все изменениям ну что ж начинаем новую игру у нас тут поменялось открытый мир постоянного опыта выживания выбирайте точку выставки выставьте свою базу сражать с врагами и погода по всей карте так долго как сможете задание миссии ограничены по времени заключаете новые контакты добывайте контракты извините заключайте новые контракты добывайте экзотическую материю открывать уникальные чертежи предметов и зарабатывать игровую валюту для покупки предметов в мастерской и постоянной базы это тоже было как бы секунду так чуть-чуть отвлеклим постоянная база это вот задание постоянно база это было постоянно база чуть чуть позже появились творите без риска на небольшой постоянной карте рассчитывайте на спокойную погоду отсутствие врагов и регенерирующие ресурсы но как следствие получаете меньшее количество опыта так открытый мир это нечто новое это прямо хочется попробовать но мы нулевого уровня мы вообще не у мехи ничего так у нас да вот стикс это было дополнение насколько помню а может и нет так первый шалон до стикс это было дополнение дополнение длц которая вышла олимпус это оригинал первый шалон где обретаются судьбы теряются жизни подобная земле террозона с центром горном арктическом регионе стикс отмени отмененная красная зона готова к захвату земле подобная террозона сосредоточена вокруг больших извилистых рек изобилирующий изобилующих дикой природой заговариваюсь чуть-чуть так но стикс вот у нас самое начальное как видите у меня ничего нету вообще ничего нету миссии стал кстати поболее чем было мы начинаем с первой 25 вот этих валют и получим выбираем у нас ничего нету подтверждаем снаряжение и стартуем сейчас главное чуть-чуть подкачаться чтоб тут как бы миссия которая тупо тебя заставляет познакомиться с миром как ты еще должен за кислородом следить и это меня на самом деле всегда очень сильно напрягал до тех пор пока мне не появились типа баллоны которые сделаны орбитальной станции но всего этого теперь нет так что по классике типа камушки закидывать но тормозня осталось появился прогроз на три дня хорошо так приближаемся к поверхности да все стартану стартану господи приземлились ах какая красота что-то логует и И дождь как ничего, что ты никогда не видишь. Ты должен быть в порядке собраться. Но ты знаешь, что ты делаешь, да? Это почему ты пришел сюда всюду и выстрелил ничего. Потому что ты могли. Ну, УДА хочет показать, что ты понимаешь, что базы, antes, чтобы вы отправили куда-то очень опасно. меня конечно не в самом клевом месте груда отличается мы играем с rtx ну прикольно выглядит на самом деле так вот вот что essential важно нам так это на фигня нам нужны камни волокна начинаю вспоминать а руки-то помнят так вот эти оксид оксидом мы дышим если посмотрите внизу у меня типа есть показатели что где как типа вода кислород еда пища так что у меня с карты будет так мы сейчас волокон наберем побори карта у нас есть опять шторм сразу серьезно офигевшая просто офигевшая так собираем камня на шторм будет не неприятненько так сколько у нас командировку отправили долго все равно чувствуется от прогруза тут наверное можно будет спуститься на хорошо а есть оксид так ремесло да мы уже можем создать кирку мы уже можем создать топор и киркой мы добудем нам оксид который принципиально важен на начала дождь пока прогноз я пока не понимаю как читать стамена у меня страдает как вы понимаете опыт и идет за все то есть ты разбиваешь дерево рубишь дерево выбиваешь камень за все это идет опыт как бы когда играешь в группе тогда даже отлично камень что это крем не особо нужен вот он душнило а это сейчас увидел что ней субтитры наконец-то перевод появился так нам нужно много ждем восстановления выносливости так таланты в одиночку что нам нужно выносливость нам нужно а у нас пока нет очков до отлично только одно очко талантов я хочу знать почему здесь одно в одиночку 0 он ты это ветки очень странно до выносливость лично есть почему он считает то что я не в одиночку играю тоже понять не могу так выносливость из расхода на так она идем попьем так теоретически мы можем в древе технологии уже изучить 5 уровень нужен а тут тростняком придется жить ужас ну ничего пострадаешь чувак что поделать доме будем строить здесь попьем только смысла пока его строить нету бываем леса чему сказать не знаю почему столько много всего ночного шутся так но 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 драйвишь сама то да у меня началась зону уязвимости что поделать пошло дамажить но теоретически мне должно хватить время к сожалению не вижу нигде может сырую тыкву сожрать пытаться соевый боб ну давай съедим сарапишище немного увеличивает здоровье а мы целостеп сожрём так еще чуть-чуть оксито это хорошо но практически закончилась так что мы мы выжили все что могу вам сказать мы выжили ну добываем эксперт давай давай так хорошо дерево технологии у нас тут оксидайзера так деревянный лук сразу каменная стрела костяную не можем факел нужен обязательно костер бы еще но у нас очков уже нету давайте сделаем лук поскольку придет ночь и будет тяжко сделаем 30 стрел главное не останавливаться продолжать делать вещи как бы страна это не звучало разгрузим территорию а тут так камень вместо так сказать будущего строительства нашего палки палки прямо обязательно так тут есть хлебушек точнее рожь так как все забираем скоро начнем задыхаться как видите внизу показателем оу и надо начинать охотиться но нам надо уровень чуть-чуть продвинуть из тростника прям строить ой как не хочется серьезно я уже забыл как все это начиналось так вижу чё-то красное это соя вот вот эта штука она офигенно эти ягодки они увеличивают твою стамину и ты можешь фигачить фактически так давайте долбить дальше давайте подъедим ягодок нет вот убиваем убиваем камень он мешает просто нашему будущему дому как видите у меня постепенно загружаются кстати мой рюкзак ну типа вес который могу переносить но тут слава богу можно делать из бревен и из камней типа так называемые стеки так чем животных видеть было вообще так вот у нас тут есть проблема и эта проблема идет сюда отлично и у нас больше нет проблемы так у нас появился новый уровень нам нужен каменный нож обязательно нужен каменный нож и костер и спальное место так теперь мы делаем каменный нож делаем костер каменный нож мы свяжу им нашего волка отлично забираем все и долбим кости так хорошо морковь отлично кролик кролик уходи значит давайте поставим наш костер здесь воткнем в него сразу дерево активируем воткнем в него мясо пусть готовится и чуть-чуть под уберем так ну и продолжаем делать что мы делаем долбить так у нас очки соло появились я вижу давайте сразу разовьем выносливость без выносливость сложно в какой-то момент поможете помысл они не засчитываются коса немножко поменяли как это делать разные очки раньше это были одни и те же очки это просто делал отдельного персонажа типа посола отдельного персонажа для кооператива так выносливость чуть лучше идет хорошо так что там мяско подготовилась смотрим да есть можем схватить можем туда тыквы сделать так и нужно скорее всего нам уже начать дышать чуть-чуть пытаюсь понять то что она что-то меняет да она уменьшается соответственно предмет сломан соответственно мы его чинем вот стало тоже удобнее это радует и начинаем дальше долбить ждем восстановление выносливости так и и идем за ягодками магическими потребляем магические ягодки да это прям так приятно что возвращаешься к стокам после столь наверно то уровня после большого перерыва но я не играл где-то но и полгода даже больше и когда ты к этому возвращаешься уже с изменениями всеми да становится интересно то есть успел и забыться все я помню что в какой-то момент просто стало скучно поскольку ты реально только за экзотика бегаешь чтоб купить себе новую броньку и так далее сейчас же уже по другому всячески пытаешься обмануть систему как больше заработать так все у нас перегруз нам нужно скинуть камни сделаем стопку камней у меня появился каменный метательный нож и это мне я такого не знаю если честно так ставим сделаем еще одну стопку камней так отлично ставим сверху той стопки чуть-чуть под боком чтоб ступеньки мы и продолжаем долбить раньше даже было важно что целиком полностью вот этот камешек добываешь тогда те давали еще бонус в очках но в экспе как бы сейчас я даже не знаю есть такой или нет так давайте таланты раз они так поменяны чтобы мне хотелось мне бы хотелось базовое здоровье тоже очень важно поскольку пока это более-менее дружественная карта так хорошо хорошо убиваем этот камень так ну-ну-ну-ну-ну устанавливайся пока погода нормальная а по лойке нам бы хорошо походится я пока не вижу на кого если честно так вот это все надо убрать чтоб обзор был чтобы было видно что к нам подбирается или не подбирается но пока живности не видно если честно это смущает раньше живности было больше то есть мы видели оленя видели волк который на нас напасть попытался но пока все тихо продолжаем долбить камешком там мне нужно будет так отлично следующий уровень очки чертежей новые и очки талантов так как бы в тростник не хочется уходить поскольку это абсолютно бессмысленная фигня а вот оксидайзер и деревянный ящик нам нужны так что еще у нас есть сушильная стойка подставка для медленного медленной валяния различных кусков мяса и сушки кожи интересно копье мне никогда не нравилось работать если честно так огнебойка есть деревянное копье так остается таланты что по талантам больше костей получаем сытная пища еда насыщает быстрее суда вот нет увеличение веса приносимого снаряжения углеводный за город на год накапливается медленно так ровное дыхание надо это критично прямо меньше дышим лучше живем дольше живем 50 процентов камня сделано почему не вижу ни одного животного кто-то меня немножко смущает так все вижу отлично так разделаем свирепый стайный хищник ну да про свирепость я бы подумал кости нужны да так забираем то есть он появляется где-то здесь надо бы здесь немножко освободить чтобы его было видно от этих кустов так мы идем к нашему костру закидываем туда мясцо древесный уголь выкидываем чтоб не занимало место так что нам тыковка дает выносливость устойчивость ну до едим тогда так морковочку можно или нет так и простое мясо тоже обязательно так еще один спорченное растение кидываем так жилистая здоровье регенерацию повышает тоже боремся так попить надо попилим так продолжаем так давай 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 просто скорость имеет и будет ой ой так у нас поломалась наша чудесная пирка мы тут же починили так передохнем надо будет деревья там под кромсать тоже кстати вокруг давайте-ка этим и займемся так выносливость так по дереву не попасть просто чуть-чуть так проведенный вес ниже кролика просто валю деревья и потом можно будет их так ягодки можно будет их называется по-человечески так куда нападет падать будет она еще не решила соединилась пока просто с тем что было видите ну вот хотя бы отлично вот так это тоже ну что просто обзор был то ночью будет очень неприятно да такой разрушитель леса я ужас и не говорите так собираем все ягодки но но как теперь а у нас там появились какие-то животные стали заметны так мак нам нужен будет если мы найдем пещеру вероятность вероятность этого не очень сука так можно бред очень слабо так деревянный тряпичный фракел да ну у нас уже это есть так сколько времени понятно берем это все тоже подберем так перегруз так у нас есть ачивка собиратель дерева что очень приятно и мы сейчас делаем просто стак деревом создаем и куча морковок появилась ужас стак дерево у нас будет также здесь еще один а не не можешь не хватит тебя а ну можем стак камни сделать да наличие метательных ножей меня даже несколько смущает так хорошо если что мы сможем забраться и отсюда отбиваться от возможных проблем так морковь нагрели да остыть это вполне возможная вещь так выкидываем куча шкур чуть-чуть кремниевые мисовые боб не знаю можно ли с ним что-то делать ну окей продолжаем долбить камень потом сделаем факел но я уже вижу постепенно идет дело к ночь первую ночь скорее всего мы будем полностью открыты и и и и и и и и с ong кот вот чески важен а ее это стад д halls но как происходит когда он прогрушает региона вокруг игрока те периодически наблюдаю и даже в после того чтобы это Если хост, который начинал игру, уходит куда-то далеко, то у всех остальных, к примеру, исчезали животные. Ну, или хищники, с другой стороны. Как бы и Карус очень немилосерден. Так, ну вот, у нас чуть-чуть есть всякого. Хочу вот, чтобы этого здесь не было. Поскольку реально мешает обзору. Так, это заберем, это уберем. Ну, теперь хотя бы фолка увидим, если он вдруг заспаунится где-нибудь. Так, да. Тут у нас такой прям лесоповал случился. Рывности не видно. Можем ли мы сделать... Можем, да, еще один стек. Можем сделать кислородницу, из которой как бы легче дышать, но она от любого шторма погибнет. Вообще вот так. Отлично. Угу. Ну и продолжаем убивать, убирать, убивать, убирать. Несчастный камень. Он просто был самый большой. Рядом с потенциальным новым местом. Я, кстати, сейчас долгу. Я еще так вот обсматриваю окрестность аккуратно глазами, типа поверху. Смотрю, где есть живность. Сколько нам нужно будет спальник делать. Это все потребует кожа. А кожа, это значит охота. Так, восстанавливается. А если у меня ягодки есть, надо их есть. Во. Так, отлично. Level Up у нас появились очки соло. Еще три очка. Еще один уровень и все. Мы сможем тогда сделать нормальное деревянное строение. Так, отлично. Добыча камня мы получили. Да. Удалось. Издалека с поправкой на дальность. Куда она только свалилась, туда она свалилась. Не знаю, есть ли здесь рыба. Раньше была и была плохая рыба, которая могла укусить и отравить даже. Так, забираем все. И скелет добиваем. Как отсюда выйти, простите. Да, отлично. Так, прыгаем. Кончился какой-то из дебафов. Точнее, из бафов. Так, что это у нас? Зеленый чай. Зеленый чай нам ничего не даст. Так, мясо. Сувый боб. Он ничего не как. Морковь на гриле давайте. И вот свежее мясцо. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, камень. Может, имеет смысл. Мне сейчас будет сделать еще один костюм. Сейчас хоть какой-то сектор обозначит. Периметр безопасности. Угу. Так. Ну, практически справились с этой. Так. Где-то еще остатки его. Что, все? Нет, не все. У него как бы есть специфический звук, когда он... Так же можно, извините, обкакаться. И почему оно так... Так. Нет. Вот. Сейчас. Куда пошел, гад? Есть. Отлично. Олень наш. Привет, кролик. Так. Был статор непонятный. Ну, играем на легендарных настройках. Может, это с этим связано. Утверждать не буду. Так. Есть. Интересно, кролика киркой можно забить? Так. Давайте, как я и говорил. Воткнем здесь. Оп. Ага, вот, да. Еще один камин. Воткнем костер еще один. Чтобы у нас можно было увидеть, что происходит. Так. Костерок сюда. Так. Деревце сюда. Не просто активируем его. Ну, пусть тоже с мяском будет. Так. С деревом все плохо. Так. Что? Оу. Что только что случилось? Она просто пропала? Я просто волокна убираю, чтобы не давали стремных теней. Так. Вон здесь еще повалено дерево. Какое-то осталось живое. Угу. Так. Тыква растет из дерева. Ничему не удивляемся. Я тебя слышал. Так. Угу. Так. По-хорошему, сюда еще один костер надо. Просто для безопасности. Сколько напольных мы пока еще не знаем. Так. Где ты? Ты будешь здесь. Мы тебе дадим половину. Как это было? Не помню. Как было разделять, если честно. Так. Вот так. Активировать. Все отлично. Вот так. У нас есть более-менее свет. А-а-а. Жористое мясо. Подъедим. Попьем. Угу. Так. О. Еще вижу. Цель. Отлично. Теоретически, как бы, на них, на трупы должны волки, типа, выбегать. Так. Ножик. Все. Кирка сейчас тоже все будет. Отлично. Нож ремонтируем. Кирку ремонтируем. Любой ремонт тратит выносливость. Кость плюс ноль, кстати. Так. Что у нас сюда пойдет? И еще мясо пойдет. Это выходит отсюда. Угу. Ну все. У нас закатик. К хорошему надо забраться сюда. И мониторить, что происходит. Сколько у нас где-то здесь рядом бродит волк. Есть вероятность, что он регенерирует. Давайте сделаем, наконец-таки, факел. Что-то как играть у нас хотела. Факел, да. Вот сюда можно поставить и так зажечь. У меня будет какой-то типа фонарика. То есть реально факел будет стоять... Так. Ага. Факел будет стоять в кармане. Угу. В этом случае. Так. Убежище. Смастерить спальный мешок. И потом типа взаимодействие для запуска челнока. Угу. Ну пока я не готов. Поэтому мы будем долбить камень. Нам нужен пятый уровень. Без пятого уровня. Без деревянных построек. В игре делать нечего. Трясняковый, как я говорю, это просто путь в никуда. Ты тратишь очки. А как бы очки тебе эти нужны. Особенно в начале игры. Типа для более быстрого развития. У нас столько значков. Рудаков, профессионал там выстреливать периодически. Вот. Очки нужны для развития более быстрого. Чтобы ты мог больше зарабатывать. Выживать там и так далее. А трясняковое строение от любого шторма. Оно просто рушится мгновенно. То есть, может перебалансировали, но я сомневаюсь. Это такой как бы был простой кетч. Что ты можешь сразу сделать. Многие раньше в камнях пережидали шторм. Но у нас, как видите, прогноз на три дня очень хороший. Так, хорошо. Сносим. Немножко подсоснулся, восстанавливаем. Сносим, 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 сносим. Так. Раньше это миссик, кстати, таких пунктов не было. Туда просто прилетал, мог в любой момент улететь. А сейчас за нее еще и награда есть какая-то минимальная. Ну и она откроет все остальное. А вот все остальное раньше было таким... Ну, мягко говоря, уже требующим хорошей прокачки. Так, 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 есть. И этот приятный звучок, когда у тебя... Ага, я понял. Ну, ничего не понял, ну понял. Да, в воде, разумеется, факел потухнет. Попили. Так, а мы перегружены опять, да? Ну, сейчас сделаем следующий камень. Ремесло. Каменные груду камней называется. Ну, это стек камней фактически. Ледяная вода. Откуда у меня ледяная вода? Может быть, слишком высоко? Ммм, у нас есть лимит. Появился лимит. Окей. Как будто не будет слишком высоко. И мы чуть-чуть... Пробились. Так, у нас скоро морковка прекратит действовать. А она у нас еще тут есть. Жареное мясо кусочек съедим. Чтобы не прекращало действовать. Угу. Ну, можем тогда... Ну, вот вы слышали, да? Это волки. Они где-то здесь есть. Камни, особенно, когда в каменные дома уходишь, тогда нужно очень много. Ну, кстати, да, еще у меня есть очки таланта. Надо бы их распределить. Но пока... Сделаю этот камень. Не разберусь с этим камнем. Я туда не гляну. Так, отдыхаем. Вот, то место у меня немножко подозрение вызывает. Ну, как бы слышать терчание волка и напряженную музыку резко включающуюся, я, конечно, привык. Единственное, что мне нужно, немножко поменять расположение. Не привык, что у меня лук на тройке, нож на четверке. Обычно у меня как раз наоборот все было. Так, 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 терка, тю-тю, восстанавливаем. Так, а, тут прямо теперь можно все чинить прямо из рук. Так, зеленый чай выкидываем. О чем мне столько камня, много, как бы, и он не там, где нужно. Так, у нас кислородик, тю-тю. Так, это мы тоже выкидываем пока. А, кислородик, тю-тю, это очень плохо. Сколько в таком виде будет сложно его найти. Главное не наткнуться на волк. И потом найти вход назад. Вход, выход назад. Ну, или вход назад. Вот так, вот, я полагаю, что он здесь. О, да, так и есть. Оксид. Давай. Хорошая залежь тут. Хватит на какое-то время. Ну, да, и пока ты дышишь, так сказать, из этого камня, у тебя очень оптимальный его расход. То есть, ты его тратишь очень-очень много. Так, да-да-да. Так. Оксид. А, оксид встал туда куда? Я что-то услышал, у меня это несколько смутило. Или это он сам сказал? Мне кажется, что ли. Я иду. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тебя плохо, я знаю, ты страдаешь. О, как же так. Выносливость, да. Сейчас мы все исправим. Смотри. Ты делаешь стэк. И все будет хорошо. Стэк камней. Это же самое любимое твое. Так, ставим еще здесь. И делаем еще один стэк камней, поскольку... А, не, мы не можем, у нас уже не хватает. Как не хватает камня? Да, реально не хватает камня. Так, консумим ягодки. У нас куча волокон. Это у нас камни так блестят. Вы это видите, да? У меня же не глючит, это глаза. Нет. Или да. Так, я немножко застрял. Что это? Выглядит как глаза, на самом деле. Ну ладно. Если бы в игре такое появилось, чтобы было видно глаза животных ночью, это было бы просто... Ух! Как так сказать? О, какое у нас небо классное. Планета. Так, давайте посмотрим, что у нас есть по талантам. Так, в одиночку. Ускорение базового восстановления выносливости. Тоже достаточно важно. Мощный удар. Общее увеличение урона в ближнем бою. Ну, так себе легкий шаг. Базовая скорость перед движением. Тоже достаточно важна. Но пока базовый запас выносливости. Это очень важно. Так, дальше смотрим. Меньше дышим. Выносливость на прыжки уменьшается. Голод накапливается медленно. Но голод нам пока не актуален. Вот это хорошие штуки. Но нам надо бы сейчас веревку из кожи сомнительно. Быстрее, когда не все. Теловкие присаживания. Больше мяса. Больше костей. Пригнувшись, быстрее двигайтесь. Так, побои что? О, бой. Вот что надо. Так. Держа лук, передвигаемся быстрее. Создание луков обходится дешевле. Уменьшение расхода уносливости при натягивании тетилы. Ускорение перезарядки лука. Это у нас открывает что? Луки повышенной прочности. Вот это важно. Окей. Угу. Угу. Ну ладно, пойдем дальше. Как от этого всего поизбавляться, чтобы они тут просто не заслоняло все обзоры. Они-то меня слышат и видят, как бы даже без, ну типа, за кустами. А я их нифига не вижу. Мы еще просто слепой, конечно. Ну, а часть слепой, конечно. Собираем. 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 Ну, зажимаешь кнопку и просто двигаешься. Так, он слева. Точнее, справа. Ну, какой-то даже выключился. Так, выкидываем волокна. Вот этого мне не хватало. Ага, сильный ветер. Легкий ветер. Легкий ветер это ничто. Но, с другой стороны, легкий ветер может спокойно хибару страстняка уничтожить. Так, что испытывать не рекомендуется. Но, опять же, это мое субъективное мнение. Легкий ветер может затушить костры. Это и есть такой момент. Так, давайте подъедим тут. Здесь что подъесть? Тут нет ничего. Тут у нас просто световой. Ветер, кстати, красивее стал. Подъедим. Так, хорошо. Какая тенька прямо. Да, вы что, шутите что ли? Да, но шелтер у нас. Ну, а что поделать? Плохо все. Живности нет, темно. Ну, вон там светает постепенно, так что скоро будет. Давайте перейдем в скрытность и будем страдать. Ну, в смысле того, то, что у нас нету. То, за что зацепиться, скажем так. То, где спрятаться. То, где спрятаться. То, где спрятаться. Так, волокна суда. Давайте сразу поменим. Как вы заметили, что из скрытности, если стреляешь из лука, тогда у тебя больше... Ну, есть критический урон. Модификатор, который дает больше... Сколько не хватает. Да, еще куча не хватает. Мы, кстати, можем перейти, в принципе, на костяную. Не можем перейти, поскольку требуется, опять же, пятый уровень. Поэтому не тратим очки. Давай сделаем еще десяток стрел. Потратим чутку. Чутка. А может, мы сделаем больше стрел, чтобы продвинуться до пятого уровня. Давай-ка. Пятнадцать давай. Ну, хватит. Ну, нет, это долго будет. Так, мы начали страдать. От буря. Но она скоро закончится. Сильно не покромсает. И, слава богу, она огни не добила. Можем подъесть мясцок, кстати. И попить надо. Пьем. Вот. Там у нас место есть тоже в этом. Степенно светает. Какие-то очертания чего-то видны. Не просто непроглядная тьма. Но мы, конечно, ждем, когда хоть более-менее будет различим. Вот здесь туманчик появился. Так, у нас все равно палок дофига. Давай сделаем еще больше. Сколько? Шестьдесят. Ну, давай пятьдесят сделаем. Создаем. Может, так по чуть-чуть добьется. Да, добьется. Есть. Поздравляю. Мы теперь можем сделать то, что так нужно. Нам нужен балкон. Пол. Стена. Крыша. Еще четыре очка есть. Дверь. Окно. Сколько? Три очка. Так. Стена со скосом. Так. А это что? Грубая вставка для угровых крыш. Не нравится мне это. Так. Хорошо. И нам нужно костяную стрелу. Вообще, на самом деле, нам кострище нужно было бы. Но. Поскольку от этих костров оно все будет страдать. Ну, что же. Делаем. Четыре. Пока. Столба. И делаем. Четыре столба делаем. Потом нужно будет. Потом нужно будет обязательно сходить за деревом. Я знаю, что у нас тут есть заготовленное, но на нем камня. Не беси меня, серый. Так. Надо как-то так. Так. Вот. Теперь у нас есть понятие, где будет стоять все. Так. Один здесь. И один. Сюда не нужен, да? Тогда по центру сделаем. Вот здесь четыре будет у нас домик. Если я возьму, что будет? О! Нормально все будет. Они просто сложились. Так. Таланты. Жильем. Я хочу быть хорошим строителем. Так. У. Тут что-то новое. Хорошая забота. Снижение стоимости изготовления снаряжения для приручения. Это интересно. Повышенная регенерация выносливости. Угу. Это скорость починки, тушения, пожарные. Угу. Кирки медленно теряют прочность. Это тоже достаточно важно. Топоры медленно теряют прочность. Тоже очень важно. Нам нужно удешевление деревянных строений. Однозначно нужно. Вот. Ммм. Теперь нам строим четыре пола. Создаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь стен нам надо еще. А, уже дерева не хватает. Хорошо. За деревом сходим. Не волнуйтесь. Так. Размещаем. Ну да. Пусть смотрят сюда. Так. Поворачиваем буквой R. Во. Да, плоховато. Все-таки здесь есть возвышенность. Давайте за деревцем сбегаем. Если здесь волка нигде нет, то... Они вроде как бы в отдалении орут. Рудер. Рудер. Вижу крупного оленя. Понятия не имею, где он, может, он спит. У. Ну да. Ушел. Жаль. Продолжаем рубить. Вот. Теперь деревце будет самое то. А, у нас еще одиночка талантов. Я как-то не засек. Этот момент. Кни рубится дольше. Ну, вроде как, с них больше дерева. Тыкву зачем-то взял. Так. Рубим дальше. Как бы основной комплект у нас теперь есть. Ну, технологии именно. Так. Уйдите, мешаетесь. Еще один значок получили. Ачивка. Собирайся дерево. Возвращаемся к нашему чудесному месту. Оно где-то рядышком воет. Так. Нам нужно... Сколько я говорил? Возьмем, по-моему. Или шесть. Уже запутался сам. Сколько нам нужно. Так. Эту мы сделаем с окном. Ее с окном. А давай все с окном сделаем. Так. Вход. Да, еще две надо. Ремесло. Две. Создаем. А здесь будет. А здесь будет у нас одна со входом. А здесь будет одна со входом. И одна с окном опять же. Так. Это у нас будет со входом. А, надо R зажимать. Тогда можно выбрать. Что за тип стены. Что за тип стены. Это с окном. Ну, красота. Не. У нас есть свой новый домик. Теперь крышу можно сделать просто... Просто используя пол. А можно сделать с наклоном. Так. Ну, давайте сначала сделаем столбы. Чтобы укрепить наше здание. То есть, столбы дают... Ну, повышают как бы прочность. Не сильно, но повышают. Так. Деревянное сооружение. Еще одна чифра. Есть. Вот. И давайте, наверное, сделаем наклонную. Нам нужно будет 4 штуки. Создаем. Давно не делал, кстати, с наклонной крыши. Это, кстати, очень критично, когда снежная локация. Раз, два, три, четыре. Отлично. Теперь делаем. Нам нужно 4 уголка. Там не хватает дерева. Ммм. Эка есть. Че пугаете так? Долбим все. Так. Так. Идем назад. Домик уже очертания какие-то приобрел. Так. И делаем еще раз. Делаем 4 уголка. Пока делается. Давайте их ставить. Да. Он правильно. Теперь его нужно... Тогда внешний. А этот надо снаружи типа ставить. Блин, я не помню, как правильно было его обернуть. А, его нужно было здесь обернуть, да? Да. Все. Р зажимаешь, и тогда вот. Ну, поздравляю. У нас есть первый шелтер. Но он еще не является шелтером, поскольку нам нужно сделать дверь. И нужно будет сделать кучу окон. Так. Ставим дверь. Так. Я не вижу надписи, то что мы в укрытии находимся. Это меня несколько смущает. Почему так? Так. Сколько нам, по-моему, 5 окон? 7. Давай сделаем 5. Так. Все. Давайте их расставлять. Идти за деревом. Так. Таланты. Таланты, таланты. Давайте на выживание. Базовое здоровье. Это важно. Так. Еды здесь нету. Здесь потухает жареное мясо. Съедим. Так. Так. Вот наше дерево. Собираем. Старый прикол с летающими бревнами остался. Но они хотя бы больше не исчезают под землей. Что приятным. Что приятным. Так. Вот. Да. Бонуса не видно, кстати. За то, что разбираешься. Угу. Нам нужен левел ап для того, чтобы можно было поставить костер. Ну, теоретически костер можно пытаться сюда поставить. Но, по-моему, там повышается все равно шанс. Так, сколько? Раз, два. Два еще окна надо. Повышается шанс того, что у тебя подгорит все. Ну, сгорит постройка. Что он находится рядом со стеной и так далее. Ну, давайте попробуем поставить ремесло. Камней теперь не хватает. Серьезно. Так. А где моя... Здесь камень был. Ну, ой. Так. И собираем. Вот. А теперь что скажешь? Ремесло. Создать. Угу. Так. Хорошо. Сюда. И ставим тебя вот так. Туда запихнем мы дерево. Тыкву. Нажмем активировать. Отлично. Так у меня есть шелтер или нет? А еще спальный мешок нужен. Так. Ну что? Пришло время для охоты. Хоть на кого-нибудь. Хоть где-нибудь. Давайте побегаем. Заодно поищем. Ага. Вижу. Готово. Так. Освежевываем. Забираем все. И кости. Так. Ну снег очень мало идет. Шкура. О. Арбузики. Как бы. Кто-то же здесь должен еще быть. Мне казалось раньше живности было намного больше. Нам нужно накопить на спальничек. Спальничек нам не хватает меха. Так. Статер. Я сейчас почему-то слетел фпс-каунтер. Поэтому сложно сказать сколько у меня есть фпс на данный момент. Но по ощущениям нормально все. Так. Здесь есть оксид. Что нам очень-очень на руку. Сколько нужно еще кислородницу будет сделать. Но сначала спальный мешок. Это вот прям основа основ. Убежище. Спальный мешок. Чтоб можно было в ночной период спокойно переспать скажем так. Да. И выключить зачем-то включенный факел. Так. Серый я тебя слышу. Ну где-то. Можем пытаться его на рыбку. Давай соберем. Окей. И попьем. Ну он стал достаточно бодро бегать кстати. Или опять же я настолько отвык. Тут хотя бы видно то что ты бежишь. В отличие от того же. Редфола. Так. Хорошо. Закидываем рыбку. Готовится. О, у нас тут еще и мясо езжу точно, да. Хоп-хоп. Так, у нас закончился баф. Съедаем тыковку. Ага, вижу цель. О, еще одна цель. Так. Ух ты ж. Свезло так свезло так свезло. Это не глаза были. Это значит, что вот здесь вот таких-то камешков. Блин, вот тут прям статор неприятный. Так, забираем кости. Так, и олень. Олень это источник меха. Раньше еще зайчики были источниками меха. Ну, их нужно найти. Собратель кожи. Их нужно найти, догнать, поймать, забить ножом. Что тоже не так все и просто. Главное, что я их так особо и не вижу. Но мы вон тут проредили, как вылез. Угу. И волков слышно, но не видно. Что тоже мне не очень нравится. Так, хватает ли мне теперь? Ааа, нет, еще две кожи надо. Так. Кислород дышим. Ищем дальше. Так, вижу, что-то вижу. Вообще, скоро расстояние, да? С этой стороны где-то. Статор происходит в одном и том же месте. Так, и где этот трупак? Который я подстрелил. Ну, попей, попей. Нет, нет. Блин, а где же он? Оу, так, подождите. Готов. Готово. Одна срыла. Угу. А вот это, это кусучие рыбки. Так. Ну, пока все хорошо. Это я подремонтировал, наверное, ножичек. Угу. Так, нам теперь должно хватать. Так. Уничтожение. Дестроен. Ремесло. Костяной нож. Можем? Я не изучал еще костяной нож. Ну, значит, придется это делать. Так, все, побежали назад. Где же ее подбил? Вот выбраться из воды здесь всегда это целая история. Так. Ксид. Где же я ее подбил? Может, здесь где-нибудь? Да нет, не видно. В общем, не ясно. Утерял свою добычу. Ну, ничего. Так бывает. Все, отдашись, отдашись. Нам должно хватить теперь. По логике, два трупа было, так что... Да. Мы можем это сделать. Аллилуйя. Теперь ночи нам абсолютно не страшны. Размещаем его где-нибудь вот здесь. Тебе заплатят. Однозначно. Так. А. Надо же еду закинуть. И, наверное, нам нужно еще будет чутко подкачаться. Так, мясо. Давай рыбку подъедим. Мы можем сделать, наконец-таки... Да. Оксидайзер. Угу. С которого можно будет дышать. Ставим мы его, наверное, где-нибудь вот здесь. Так, хорошо. Мы можем сделать... Почему мы не можем сделать ящик? Нам дерева не хватает. Ай-яй. Это полностью мое упущение. Крушим дерево. Крушим дерево. Крушим пень. Все-таки эта игра, как бы, отчасти успокаивает. Пока медведя не встречаешь. И тогда все. Так, давай. А, все-таки до сих пор улетаем, да? Вы видели? Улетела бревнышка под текстура. Так, теперь мы можем сделать несчастный ящик. Делаем ящик. Ящик мы поставим где-нибудь. вот здесь. И туда скинем палочки. Волокна. Часть костей. Мы с оптимизируемся, так сказать. И чуть-чуть себя освободим. Так, и нам бы хорошо подвесить это. Так. Отлично. Тогда мы бежим просто в угол шифт. Это, кстати, удобно, чем постоянно. Одно и то же место. Так. Он там был. Вот это злобная гадость. А не рыба. Ну, в смысле злобная то, что нас кусается. Очень неприятно кусается. Так, хорошо. Забираем. О, еще один. Поздно заметил. Ну, что поделаешь. Так. Забираем. Мышку потерял. Так, гостин. Отлично. Так, нам нужен оксид. Слышал, что кто-то где-то мечется. О. Отлично. Просто. Это подарок. Угу. Так, сломался ножик. Не беда. Нам нужно сделать обязательно костиную нуток. Оксид. Отлично. Много оксида. Долбим. Вот, теперь мы задохнемся. Оксид мы в оксидайзер закинем. Следующий оксид. Вот, видите, уже появляются какие-то первые интересные вещи. Вон там, сульфур. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Это твоя жизнь. Чувак, собирай. Что не все. Что где-то, а вон висящие кусочки. Ага, и вот. Вот теперь все. Так, теперь в серу. Берем в серу. Так, да, у меня вес. Я вижу. Это плохо. Это что-то выкинуть. Серьезно? Да шо ж такое. Давай, падай сюда. Ну ладно, не падай. Сейчас перегруз будет. Да. Ну мы соберем. О, отлично. Следующий уровень. Так, и таланты. У нас лишь на прыжки. Так, мне бы... Переносимый вес. Вот. То, что нужно. И в одиночку мы делаем ускорение восстановления. Так, хорошо. Вот наша эта чудесная живность. Серна. Забираем все. Перевеска конец. Отлично. Все, бежим. Бежим, так сказать, до дому. Несем свежезаработанный ресурс. Передохни. Передохни. Так, передохни. Так, нам нужно бы... Волк восстановить. Нож восстановить. Кирки. Ага. Ага. У нас есть милый домик. Так, сразу скидываем, наверное, серу сюда. Так, заполняем. И теперь подышали. Вот, все. Надышались. Так, нам нужен еще тогда, получается... Еще один. А, мы же теперь большой можем выучить. Да. Так. Так, и небольшой хак, то что ты можешь их расположить один над другим. Сюда оксид, серу. Вот эту штуку. Так, это у нас рыба, которая испортится. Это у нас жареная рыба. Это у нас мясо дичи. Все, скидываем сюда. Так, рыба туда своя. Так, попить надо. Попить надо здесь. О, бактерия. Бактерия зло. Нужно делать вот эти штуки. Паста, антибиотик и так далее. Без них тоже будет тяжело. Но у нас только три. Нам нужны будут бинты, наверняка. Набор для зашивания ран. Нам нужен вот это. Просто необходимо. В принципе, остальное. Но деревянная лестница по-хорошему нужна тоже. Двежда ткани. Да. Сопротивление тепло. Чуть-чуть сопротивление холоду. Это тоже критично в других. Ремонтный молоток нужен. Костяной нож. Это прямо, да. Вот. Как-то так. Подышали. Надо оксиды туда докинуть. Барус переработался. Вот. Скидываем. Отлично, когда дышится. Так. Ну что. Я думаю, мы программу минимум выполнили. У нас есть домик, убежище. Все, что от нас хотели, мы сделали. Думаю, мы можем смело возвращаться в сторону капсулы. Так. Давайте пометим. Еще один из нюансов. Ну, если вы не видели эту игру, не знаете, что здесь. Как только так, нам надо наверх было забираться. Здесь, как только... Ну, все, что ты здесь сделал, оно тут и остается. То есть на орбиту ты ничего забрать не можешь. Так. Хорошо. Выдохнись. Точнее, выдохнись. Отдохнись. Опа, отлично. Молодец. Вот и наша капсула. Так, я хотел узнать, что это. Что это? Соль. Вот этого я не знал. И это нечто новое. Ну, давайте чуть-чуть заработаем. Все равно оно здесь останется. Так, 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 так. Выглядит интересно, конечно. Наверное, соль для приготовления нужна. Надо будет изучать, в общем, рецепты. Ну, и мы улетаем. Зайдя в нашу капсулу и нажав просто букву F. Экипировка для миссии. Груз челнока. Как бы... Ммм, соль прям соль. Горстку соли можно использовать на столе для посола, чтобы консервировать продукты. Вот если я соль, к примеру, захочу забрать, он ее не заберет. Вот, поскольку здесь, типа, как бы... Заповедник. И нельзя ничего уносить. Вот, возвращение на орбиту. Отвяжет предмет из челнока и удалит все предметы, которые вы сейчас несете. Вы можете вернуться, но начнется с новым инвентарем у челнокового. Вы точно хотите уйти? Ну, вернуться на станцию, да, я хочу точно. Все, серия. Получили награду. 25 рубликов. Получили кучку значков, да. Можем сами себе лайк поставить. Корону нам ожидали. Продолжаем. Шестой уровень. Да, выбираем персонажа. Давайте посмотрим, что у нас открылись в миссии. Под напряжением сканирование местности. Группе Лагус нужен данный местности для оборудования новых точек. И 100 монеток дают. Крафтовые мишени и манекена. Так, у меня, по-моему, стоимость создания 25, стоимость исследования 50. У меня есть, да, первый отряд. Кстати, да. Это из-за того, что забирал делюкс-версию. У меня есть этот костюм, который дает, ну, ничего не дает, фактически. А здесь, получается, надо с этого костюма все начинать исследование. То есть, стоимость, ну, да, Missing Required Currency. Это имеется в виду, что нехватка средств необходимых. Вот, мне интересно, фляга и баллон. Вот, прямо. До них уже не дойти так просто, как я понимаю. Да, получается так, что они прямо, да, поменяли, так поменяли. То есть, нужно вот это, потом сухпайок. И потом только до самого важного доберемся. Угу. Это что, маяк вызову десантную учебу на кассе и на тай? Хм. Это, чтобы не бежать, наверное. Чтобы не бегать. Рюкзаки тоже важны, да. Поскольку потом придется. Модули в саркофандр. Угу. Ну, вот так. Так что, если вам понравилось, оставляйте лайки. Оставляйте комментарии. Ну, и, разумеется, подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok